страх охватывал детей одной из начальных школ афинского района когда катерина их одноклассница билась с дикими криками во время припадка на полу с ней это часто случалось в классе у доски на школьном дворе девочка жила в постоянном напряжении почти не смеялась и с ужасом ждала наступление этих тягостных минут ее душераздирающие крики болью отзывались в сердцах детей перед их глазами стоял безумный взгляд катерины бьющейся в припадке во время приступа девочка выла как собака мяукала как кошка рычала как дикий зверь а зло похватывал людей от этих звуков катерина была психически здорово но одержима нечистым духом психопатия это заболевание природное бесноватость это болезнь духа бес входит в одержимого человека и ведет его куда хочет по пустыням и захолустьем жизни еще до школы с маленькой катериной случались припадки нападала она и на родителей те молились о выздоровлении дочери и возили ее по святым местам девочка постилась и обращалась с молитвой об исцелении к господу божьей матери и всем святым она слышала что демоны оставляют человека когда тот поститься и молится несколько раз она приезжала с родителями и к святому иоанну русскому испуганная забитая на коленях катерина обращалась к святому со словами добрый мой святой иоанн прошу тебя от всего сердца исцели чудом и меня чтобы не падать не больше не ударяться о камни не издавать диких криков и не пугать окружающих родителей друзей одноклассников добрый мой святый иоанне я расту я уже пошла в пятый класс вся я покрыта синяками от падений припадках дома в школе на улице ты исцелил стольких прошу тебя исцели меня так с болью молилась катерина и болью отдавалась молитва в сердцах всех кто ее слышал за смирение дети в школе любили ее однажды вечером в тонком сне к ней подошел статный молодой человек и остановился перед нею здравствуй катерина сказал он я пришел я святой иоанн из россии бес уйдет ты больше не будешь падать и у тебя не будет больше ушибов не будет мук утром когда ты проснешься скажи своей маме что вы опять должны прийти ко мне и принести цветы рассказ дочери о чудном сне мать услышала как долгожданную благую весть многие годы она ждала этого зова с небес до неба услышала их бесы не изгоняются лекарствами и медицинским лечением родители боролись с лукавыми духами и знали что они не были плодом средневековых фантазий как говорили некоторые родители видели что их борьба была реальной битвой за свое дитя против темных представителей неведомого мира бесы использовали в своих целях их ребенка мать постаралась приобрести красивую дорогую вазу из фарфора смальты и золото родители купили чудесные цветы выполняя волю святого держа за руку катерину мать принесла драгоценную вазу с цветами и поставила ее к мощам святого иоанна со слезами благодарной мольбы они упали на колени перед ракой девочка получила полное исцеление успешно окончила лице и надеется занять достойное место в обществе без ушел навсегда ныне она живет в любви и милости божией и святого его источник новые чудеса святого иоанна русского греция 1997 год